Как мы уже выяснили, если обслуживающая организация не исполняет свои обязанности должным образом, следует идти в суд. Добрый вечер, это программа «Качаем права». Продолжаем составлять дорожную карту ремонта мест общего пользования дома. Прошлый раз мы остановились на том, как правильно составить исковое заявление. Будем разбираться, что делать дальше. В студии наш постоянный эксперт, адвокат Григорий Цехер. Добрый вечер, Григорий Анатольевич. Присоединяйтесь к нашему разговору на сайте yegburg.tv, звоните в скайп и по телефону прямого эфира 376 45 88. Смотрите нас также в кабельных сетях, дом.ru и твое.тв. Но прежде чем мы начнем нашу программу, небольшая ремарка. Один из наших зрителей оставил на сайте сообщение, зачем вы всех призываете судиться. Значит, сразу хочу отметить, мы никого никуда не призываем. Просто иногда ситуация с ремонтом складывается так, что сдвинуть место можно только с помощью суда. Григорий Анатольевич, что-то хотите добавить к этому поводу? Мне бы хотелось сказать, что наша передача задумана авторами передачи и понимается мною, как передача просветительская. Как передача, направленная на преодоление правового нигилизма, правового невежества. И в этом смысле все, о чем мы здесь говорим, это знания, которые вовсе не обязательно применять в своей жизни. Это полезные знания. И если придется обращаться в суд, то люди, которые нас слушают или услышат потом, зайдя в архив наших записей, они увидят алгоритм действий, они увидят, в каком порядке надо действовать, на что обращать внимание и каким образом защищать свое нарушенное право. У нас подготовлен сюжет, где ситуация сложилась таким образом, что мы сами в этом сюжете порекомендовали герою сюжета обращаться в суд. Давайте посмотрим. Авария системы отопления в этой квартире привела к повреждению имущества жителей. Однако коммунальщики готовы только частично возместить причиненный ущерб. Давшая течь батарея испортила ламинат. Залитый кипятком ковер побывал химчистки. Вдобавок еще пострадала мебель. Вот после аварии со шкафом стало вот что. Он теперь весь разваливается. Там все, все выскочили вот эти. И он теперь все, его единственное, осталось его только выбросить на помойку. Однако уже при составлении акта о протечке у Лидии Дмитриевны возникли разногласия с коммунальщиками. Чтобы оценить причиненный ущерб, женщина провела независимую экспертизу. Около 30 тысяч причинила. Написали они в этой бумаге. Ну и главный директор сказал, что я таких денег платить не буду. В управляющей компании нам подтвердили, что не согласны с оценкой экспертов. Хотя и признают, что ущерб нанесен. К тому же есть еще одно обстоятельство. Произведены изменения в проектной конструкции квартиры. То есть поменены радиаторы. Не в управляющей компании. У меня таких данных нет. Лидия Дмитриевна Севилева не подтверждает, что мы замену производили. То есть в силу этих обстоятельств управляющая компания не готова весь ущерб взять на себя. Предложенная коммунальщикой сумма Лидию Дмитриевну не устраивает. Ставила ЖКО. Я бы сама лично ее поставила. Это я понимаю. Но если ставила ЖКО, с разрешения ЖКО и приходили сантехники, их не же сантехники. Вот только случилось это больше 20 лет назад. И ни самого ЖКО, ни людей, что там работали, сегодня уже нет. Кто прав в этой ситуации, теперь определить только суд. Но до этого могло бы и не дойти, если бы хозяйка квартиры сохранила акт, канувший в лету жилконторы, о смене батареи руками коммунальщиков. Григорий Аковлевич, ну вот ваше мнение по этому поводу. Слушайте, интересная история. У меня очень много мыслей в связи с этой историей. Ну, во-первых, о батарее, вот об этом радиаторе. Это вообще имущество дома. Есть пленум Верховного суда, который разъяснил нам, что вот эти отопительные приборы в квартирах входят в состав общего имущества дома. Поскольку они обогревают, на самом деле, не только эту квартиру. Они являются элементом общей системы отопления всего дома. И мы не отапливаем отдельно взятую квартиру. Мы отапливаем весь дом. Дальше. Очень важно. Что значит батарея там виновата или не виновата? Подождите. Вы каждый год должны проводить гидравлические испытания всех коммунальных сетей, включая сети внутриквартирные, давлением на 20% превышающее рабочее давление. То есть вы должны... Вот почему мы знаем с вами, как испытывает газ? Правда? Мы к этому привыкли. То есть на наших домах, на наших подъездах появляется объявление, что в вашем доме будут проходить испытания газовых сетей. Вы хоть раз видели, что в нашем доме будет проходить испытания сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения. Горячего видел. Сетей... Горячего видел. Я не видел ни разу. Сетей отопления. Таким образом, мы с вами видим, что управляющая компания совершенно нахально, нагло перекладывает... ...своё бездействие, результаты своего бездействия на эту несчастную женщину, имущество которой они затопили. Вред, причинённый сетями, должен быть полностью возмещён, если только не будет доказано, что он произошёл в результате неправильной эксплуатации вот этих сетей. В результате каких-то действий третьих лиц, конкретных действий. И в результате непреодолимой силы. Ну вот, бывает там, молния ударила где-то там, фазы перепутались, у нас перенапряжение, и все приборы сгорели. И то этого быть не должно, потому что молния защита должна быть и так далее. Нет, вот эти вот пояснения вот этого должностного лица, они совершенно невежественные. Надо идти в суд и полностью возмещать вред, исчисленный экспертам, оценщикам. Понятно. То есть мы совет правильный дали в сюжете? Да. Хорошо. У нас в студии гость присутствует Виктор Викторович Браун. Добрый вечер, Виктор Викторович. Добрый вечер. Значит, мы пригласили его не случайно. Этот житель отстоял свои права потребителя, услуг ЖКХ в суде. Виктор Викторович, расскажите, вот что у вас была за история, ну, только кратко, да? И чем все закончилось, судебное разбирательство? Ну, наш дом, пугод Вальдаше из корпуса 2-3 обслуживает СЖ Заречи 99. Председатель СЖ госпожа Шарина. Значит, ну я обратил внимание на то, что, значит, с меня берут, ну и в целом со всех, лишнюю плату за коммунальную услугу отопления за 2011 год. Это в смысле перерасчет за прошлый год, как бы, да? Да, за прошлый, за 2011 год, за отопление. Пришлось очень много собирать документы, правильно сказали, потому что ТСЖ, даже ТСЖ, они не выдают документы. Значит, дело в том, что дом и каждый подъезд нашего дома оборудован коллективными общедовыми приборами учёных. Значит, следует отметить, что договор заключённый с СТК, Свердловской теплоснабжающей компанией. Идти очень добросовестно нужно относиться к этому делу. Выписывают все счета чётко, точно по приборам учёта. А уже председатели ТСЖ с главным бухгалтером берут с нас плату по нормативу. То есть, сами рассчитываются по приборам учёта, с нас берут по нормативу. Ну, я собрал документы, подал в суд, потому что не мог договориться, как говорят, мирным путём. И в результате чего решение есть от мирового судей, и они описали аккаунтную жалобу решения суда второй инстанции. В результате чего, значит, только за отопительный сезон 2011 года с моей квартиры взяли лишнюю плату 10 406 рублей. С одной квартиры. А они обслуживают 362 квартиры. Вы представляете, это какие деньги? Значит, и беда в том, что, как уже и говорилось, народ, люди не знают нормативно-правовых актов. Зачастую не могут отставить свои права. А ТСЖ, вот такое, как наши, это даже, скажем, не ТСЖ, это типа особо секретного отдела КГБ. Потому что там каждая цифра, она тайная. Ничего не узнать, да? Ну, суд истребовал всё это, по вашей просьбе. Нет, я практически достал всё. Ну, можно было через суд всё это истребовать. Можно было, конечно. И не мучиться. Но, видите, придёшь в суд, суд, как правило, тоже у нас хочет сразу готовить документы. Нет, это не так. Простите, я в этом месте вас перебью, для того, чтобы ваш рассказ обрёл особую полезность. Значит, мы имеем право у суда просить истребование тех или иных доказательств, если мы представим доказательства невозможности самим получить эти доказательства. Итак, если вы сделали запрос ТСЖ, и у вас есть отметочка, что они получили, и вы суду говорите, тогда-то, тогда-то я обратился с просьбой предоставить мне информацию. Этот факт подтверждается вот этим запросом, который вы прикладываете к своему ходатайству. На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями статьи 67 Гражданского процессуального кодекса, прошу истребовать следующие доказательства. Суд не только их истребует, он их предупредит о том, какие наступят неблагоприятные последствия, если они ослушаются, если они не повинуются, если они не представят эти доказательства. И они как миленькие представят все эти доказательства, потому что там страшная ответственность наступает. Вот и всё. И поэтому не надо мучиться с этим, как вы сказали, КГБ. Не надо. Попросил, не дали, хорошо. Встретимся в суде, ты как миленький представишь все сведения, которые мне нужны для того, чтобы я правильно исчислил и сформулировал свои требования. Хорошо. Но в данном случае Виктор Викторович сам раздобыл все сведения. Я даже помню там какие-то данные, показания учётов, как они там чуть-чуть не помесячные. Значит, как они рассчитывались с СТК. Ну, СТК выписывают, считаем, за фактически поставленные услуги. И, значит, я сравнил всё это, будем так говорить. Рассчитал, действовал раньше 307-е постановление до 1 сентября этого года. Там есть формула расчёта. Я всё это рассчитал и обратился в суд вот таким образом. И суд удовлетворил ваши требования. И суд удовлетворил. А вот вы сказали, что в доме 300 квартир, да? Да, больше 300. Вы один. А вот остальные 299 человек, они так и остались? Ну, он не может ответить за остальных. Нет, ну, а вот по идее, вот как здесь? Ну, по идее, каждый... Доказано, что один из 300... Каждый, чьё право нарушено, должен обратиться в суд и защитить своё нарушенное право. Если он не считает, что его право нарушено, если у него есть лишние 10 тысяч рублей переплачивать за непоставленную тепловую энергию, значит, он не обращается в суд. Мы тут, понимаете, мы не должны задаваться вопросом, а что делать? Есть прецедент. Человек пошёл и суд истребовал, да, в счёт его, в его пользу, да, обязал управляющую компанию выплатить вот эту сумму. Я хотел бы продолжить вот эту мысль, ведь, по сути дела... Григорий Иванович, извините, извините, я вас перебью. Мы чуть-чуть продолжим, да? Значит, ну, вот пример Виктора Викторовича, это всё-таки скорее исключение из правил. У нас многие, значит, не хотят или боятся идти в суд, да? По этим основаниям это не исключение, это правило. Вот по тем основаниям, которые мы сейчас услышали... Нет, нет, я имею в виду вообще. Вообще. А, если вообще, то... Вообще, если рассматривать ситуацию более шире, да? Народ у нас или ленится, или просто не хочет, или боится. Ну, в общем, давайте, мои коллеги провели опрос. В судах нету свободного места уже, где складывать папки с делами. Суды завалены, на самом деле, обращениями граждан. То есть дела в стране обстоят так плохо, что люди очень часто обращаются... Я имею в виду вопросы потребления ЖКХ. И по ЖКХ тоже. Да, вот было бы интересно, если бы вы пригласили из областного суда, председателя суда или его заместителя, и они бы вам сказали, ведь вам прокурор сказал, как много обращений. Точно так же много обращений в суды. То есть система вообще, она уже задыхается под гнётом вот этих всех обращений. Ну, а что делать, если по-другому нельзя решить ситуацию? Правильно. Вот, извините ещё. Значит, мои коллеги подготовили опрос. Почему же всё-таки люди не желают обращаться в суд? Вот по вопросам ЖКХ. Давайте послушаем. Некоторые люди не желают обращаться в суд. Процедуру подачи в суд на управляющую компанию мы уже знаем. Нужно собраться со всем коллективом и написать жалобу. До какого момента жители готовы бороться? Идти ли в суд? И сколько времени и сил готовы потратить на борьбу с ЖКХ наши горожане? Стало связываться. Мы уже настолько стали, вот я, например, безвольный, что всё это отдаю на течение. Пусть они что хотят делают. Ну, наверное, бы, я думаю, закончилось бы каким-нибудь советом правления и разборками там. До суда бы не дошло. Для этого нужно время. Нервы крепкие. Просто я говорю, имеет ли смысл входиться к ним, бргаться, когда проще саму, допустим, что-то сделать переделать. Там больше заплатишь, чем ты что-то получишь. Поэтому здесь надо смотреть, есть смысл или не смысл. А вообще я по судам ходить не охотник. Не в нашем духе жаловаться там, куда-то там что-то. Ну, просто просить, письма писать в администрацию, мы это делали. Ну, всё. Ну, ответы приходят однотипные. Пока нет, там, возможностей или там каких-то, не знаю, финансовых затруднений, там ещё что-то. Такие вот вопросы. То есть, так-то, чтобы идти на таран, как-то мы не можем этого сделать. Даже не знаю. Может, подключала бы детей, чтобы они помогали. А потому что самой бы мне не справиться. Честно сказать. Я вообще человек такой. Мне отказали, я ушла. Всё. И больше никуда не иду. Григорий Иванович, ну вот видите, то есть, вот народ находит причины не идти в суд всё-таки, да? Да. Хотя при этом страдает. Я вам больше скажу. Вот таким настроением, такому поведению людей способствует то невежество, которое мы слышим в радиопередачах. Вот я сегодня слышал выступление не кого-нибудь, а министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Какой ужас! Что говорил этот человек? Он совершенно не знает российского права. Он абсолютно не разбирается в праве. И он по радио, как великое должностное лицо, он же министр. Вообще, кто его поставил министром? Он ничего не знает. В частности, когда его спросили. Как же так? Получается, что мы платим за расход холодной и горячей воды на содержание общего имущества дома. Но ведь у нас общее имущество дома не нуждается ни в холодной, ни в горячей воде. Это протечки. И что говорит этот министр? Он говорит, вы, как собственники общего имущества дома, несёте бремя содержания этого имущества. Но, минуточку, господин министр, в статье 310 в этом месте стоит запятая. И дальше следуют слова. Если иное не установлено договором, а иное установлено договором об управлении домом. И, следовательно, за протечки отвечают не несчастные собственники помещений, которые не являются сантехниками и не должны ежедневно ходить и осматривать, в каком состоянии находятся инженерные сети в подвале. Для этого они платят деньги управляющей компании. И её сантехники должны ежедневно смотреть и немедленно устранять отечки. И что получается? Что вот эта плата, которая нам поступает за холодную и горячую воду на общее имущество дома, есть вред, причинённый нам некачественным содержанием коммуникации нашего дома. И у нас есть основания. Вот получил вот этот счёт, собрал вместе всё, пошёл в суд и взыскать с управляющей компанией, как вред, причинённый некачественным содержанием коммуникации. Это же исчисленный вред, потому что у нас нету нигде расхода холодной и горячей воды. Вот это должны все услышать. И не бояться вот этих счетов, которые нам приходят, а потирать руки. О, сейчас я с управляющей компанией возьму эти денюжки, как вред, причинённый мне некачественным содержанием сетей. Григорий Игоревич, у нас звонок есть от зрителя. Алло, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Эвридика. Очень приятно. У меня вопрос касается рассмотрения дел в суде. То есть, если сторона ответчика, недобросовестная сторона, не является в суд, вот что тогда? Дело может затянуться до бесконечности? Или всё-таки может быть рассмотрено в отсутствии ответчика? Хороший вопрос. Вот, кстати, в продолжение нашего разговора. Спасибо. Вы задали очень хороший вопрос. Надо сказать, что по искам против управляющих компаний, они являются в судебные процессы. Более того, они прибегают в этих судебных процессах к всевозможным уловкам. И я хотел сегодня об этих уловках рассказать и предупредить тех, кто пойдёт в суд, чтобы они были готовы к этим уловкам и знали, каким образом парировать эти уловки. На самом деле, гражданским процессуальным кодексом предусмотрены последствия неявки ответчика. По ходатайству истца дело может быть рассмотрено в заочном производстве. И вынесено заочное решение. И оно вступит в силу, но может затянуться потом его исполнение, поскольку в момент исполнения ответчик может представить доказательство уважительности своего отсутствия и подать жалобу на это решение, оспорить это решение. И это заочное решение отменяет тот же суд, который его постановил. Вот это единственный случай, когда суд отменяет собственное решение. И рассмотрит это же дело уже не в заочном производстве, а с участием ответчика. Таким образом, гражданский процессуальный кодекс дает ответ на ваш вопрос. Спасибо. Так что... Вы хотели, да, что-то сказать, я вас перебил. По новому кодексу жилищному. Ведь сегодня в области жилищная инспекция должна следить за взиманием платы. Значит, есть такая статья, значит, 37-я, где как определяется доля в праве общей собственности. И с нас сегодня берут, значит, за содержание общего имущества с площади квартиры. А должны брать за долю в праве общей собственности на общее имущество на квартирном доме. И, значит, областная жилищная инспекция практически... Ей поступают реестры на содержание, чему равна доля. Все управляющие компании и ТСЖ отчитываются, высылают туда свои реестры. Но реестры, как правило, не полные. А жилищная инспекция как бы на это дело сегодня закрывает глаза. Это один из серьезнейших вопросов для нашей области. То, что вы сказали, то, что вы сказали, спорно. Почему? Потому что есть несколько способов определять долю, нашу долю в общем имуществе дома. Можно определять через проценты, можно определять через доли, а можно определять через метры. И никакой ошибки в этом не будет. Все три способа исчисления нашего участия в общем имуществе дома дадут один и тот же результат. Наша доля является одной тысячной. Хоть через метры считай, хоть через доли, хоть через проценты. Поэтому это не важно. А вот что касается уловок, с которыми мы... У нас же сегодня с вами суд, да? Мы в суде. Значит, мы приходим в суд с нашим исковым заявлением и с нашими требованиями. Значит, наши требования должны быть не только об устранении недостатков путем выполнения этих работ, стоимость которых составляет столько-то, столько-то. А мы также вправе одновременно потребовать возмещения вреда, который причинен некачественным оказанием услуги. Например, состояние нашей квартиры. Мы живем на последнем этаже, и в результате некачественного содержания крыши, кровли, значит, у нас есть определенный вред. Мы добавляем сюда этот вред. Также мы можем присовокупить сюда иной вред, который нам причинен. Что очень важно, мы вправе потребовать возмещения морального вреда. Почему? Потому что мы, оплачивая услуги управляющей компании, имеем право на то, чтобы не нервничать, не писать претензии, не ходить по судам. И сам факт вот такого положения вещей уже является для нас причинением морального вреда. То есть он причиняет нам физические и нравственные страдания. Физические мы должны ходить, мы должны писать, мы должны передавать. Мы все время об этом думаем. У нас начинается бессонница. Это же ужасно, особенно когда люди в пожилом возрасте, для них любой стресс – это потеря здоровья. Значит, там наступает ответственность по компенсации морального вреда. И вот здесь надо сказать еще раз, вот в угрозу управляющим компанией. Возьмитесь, возьмитесь за дело, потому что вы будете разорены, потому что вы будете не только оплачивать все эти стоимости, но и штраф в размере 50% от размера удовлетворенного иска. Что касается уловок. Та сторона, управляющая компания, приносит в процесс акт, который составлен вместе с администрацией района. Надо сказать, что управляющие компании и администрации районов – это вообще такой узел сплетенный. Да, они так друг друга покрывают. Ну, потому что одно выросло из другого. Мы же знаем происхождение наших управляющих компаний. Это бывшие рэмпы все, бывшие районные рэмпы, которые были частью вот этих администраций. И теперь, конечно же, администрации районам стараются их покрывать. И появляется акт. И из этого акта следует, что никаких недостатков нету, что общее имущество дома совершенно замечательное. И если и были какие-то недостатки, то их теперь нету. Так вот, эти акты, полученные с нарушением процессуального закона, без участия ИССА после подачи им искового заявления, являются недопустимым доказательством. И суды с этим соглашаются, только нужно им об этом рассказать. И тогда управляющие компании вынуждены заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы. И надо быть к этому готовым для того, чтобы поставить свои вопросы на разрешение эксперта. Их два простых вопроса. Соответствует ли общее имущество дома требованиям законодательства? Первый вопрос. Второй вопрос. Если не соответствует, то какие работы, да, то какие недостатки есть и какие работы надо выполнить для устранения этих недостатков? Вот такие простые два общих вопроса. Эксперт, судебный эксперт даст ответ на этот вопрос. В этой экспертизе будет участвовать и естественный ответчик. Они будут задавать вопросы, обращать внимание эксперта на то или иное состояние общего имущества дома. И вот таким образом мы... Маленький очередь. Давайте. Вот региональная энергетическая комиссия области, она утверждает тарифы. Значит, на... И нормативы. И нормативы. Надо различать тарифы и нормативы. Ну, вот что делает, скажем, вот ТСЖ у нас. То есть, есть тариф на тепловую энергию, есть тариф на так называемую химическую очищенную воду, в которой подается нам. Значит, так и что, скажем, управляющая компания, что ТСЖ, они должны пользоваться этими тарифами, утвержденными. Ну, конечно. Наши ТСЖ, она выводит среднее, применяет, как вот уже сказали, берет норматив, выводит среднюю цену, значит, свой тариф, так называемый, скажем, 64 рубля, там, к слову, у нас за горячее водоснабжение. И таким образом берет плату, и человек, получается, скрытая, значит, цена. И человек, который, кажется, получает такой счет или документ для оплаты, он практически не видит, а сколько же ему поставлено тепловой энергии. И сколько поставлено кубометров само это... Значит, давайте различать, действительно, тарифы. Их никто не скрывает, и можно найти на сайте тарифы. Нет, нет, я имею в виду наше. А нормативы, нормативы, вот это другой разговор про нормативы. Значит, если в вашем ТСЖ, общим собранием ТСЖ, приняты какие-то специальные решения, и этими решениями обусловлено тот или иной норматив, то он обязательный для всех собственников помещений в этом доме. А что, все уже... Все, извините, наше время истекло, да. И сказать, да, что извините, но теперь мы... Мы с удовольствием вам уступаем это место. У нас не менее горячая тема... Я еще пару слов скажу, смотрите, вы посмотрите. Значит, я напоминаю, это была программа «Качаем права». Увидимся теперь на этой же неделе, мы продолжим наше обсуждение, но уже по вопросам потребительским. Всего доброго. До свидания.